Девушки отдыхают Бой с Крисом Ореолой Поединок пройдет на арене Спортспарк Ну, букмекеры считают Энди Руиса безоговорочным фаворитом боя И поставить на победу мексиканца можно с коэффициентом 1 целый Поставить же на успех Криса Ореолы можно с котировкой в 9 целых Вот, ну а на ничью можно поставить с котировкой в 21 Расскажу немножко вам о боксерах Энди Руис 31-летний американский разрушитель Это его прозвище Он с мексиканскими корнями И на сегодняшний день он считается одним из самых зрелищных боксеров В супертяжелом весе Вот, поединки с его участием Ну, я думаю, они никогда не бывают скучными Даже в тех случаях, когда Руис проходит всю дистанцию Вот, его ручная скорость И нокаутирующая мощь Держат что соперников, что зрителей в напряжении до самого финального гонга Да, 12-го раунда Ну, на любительском ринге Руис провел 110 боев 105 выиграл, 5 проиграл Дважды Руис становился золотым медалистом молодежных олимпиад Ну, представляя Мексику Ну, конечно же, на взрослые олимпийские игры Которые проходили в 2008 году Его не отобрали Ну, возможно, в счет его веса, да Ну, в 2009 году Руис перебрался на профринг На данный момент у Руиса В послужном списке 33 победы 22 из которых нокаутом Ну, и 2 поражения Вот, в 2016 году Энди впервые сразился за вакантный пояс WBO Ну, он тогда уступил новозеландцу Джозефу Паркеру Решением большинства судей Ну, тремя годами позднее Руису предоставилась Вторая попытка Стать чемпионом мира Ну, и он Воспользовался предоставленной возможностью И нокаутировал Энтони Джошуа Отобрал у британца пояса WBA, IBF и WBO При этом Энди Попал в историю Он стал первым чемпионом мексиканцем Супертяжелым весом Но в реванше он располнил до 128 кг И проиграл Джошуа единогласным решением Тот поединок состоялся в декабре 2019 года И пока что является последним для Руиса Рост мексиканца 188 см При аналогичном размахе рук Боксирует он в стойке правши В ринге он является Ну, скажем так Типичным агрессором, да Он работает первым номером Он мощно бьет с обеих рук При этом Вот скорость Нанесения его ударов Может показаться Ну, вот невероятной Для его соперников Если брать во внимание Его телосложения Скажем так Энди, кстати, неплохо защищается Уклонами Неплохо уходит в блок Но, конечно же, с джебами Как мы видели в последнем бою С Джошуа, да С джебами длинноруких боксеров Ну, он не всегда справляется, скажем так Ну, впрочем, удар он держит отменно Ну, перейдем к Крису Ореоле 40-летний Кошмар Это его прозвище Имеет в своем активе 38 побед 33 из них нокаутом 1 ничью И 6 поражений У Ореолы Тоже мексиканские корни И в любительской карьере Крис провел 300 аматорских поединков И получил золотые перчатки В 2001 году В полутяжелом весе Ну, а в 2003 году Ореол начал профессиональную карьеру Кстати, на ранних этапах Да, вот Его карьеры Он почти полностью Завершал победы Вот ярко и быстро Нокаутом В первых раундах Ну, это было до Скажем так, титулов Вот До завоевания первого титула Потом Он первый титул завоевал Такой второстепенного Характера WBC Континенталь Вот На то время Он имел рекорд 21 победа У него было 20 нокаутов Вот Ну, конечно же Первая попытка Завладеть Полноценным поясом WBC Принесла Крису Вот Дебютное поражение Тогда он дрался С Виталием Кличко Вот Виталий Кличко Владел титулом Ну, и он тогда Хорошенько, так знаете Избил Скажем Амбициозного панчера Он избил его в мясо Там Чуть или не каждый раунд забрал И после 10 раунда Тренер Ареолы Остановил бой Не выпустил своего подопечного Ареола Не скрывал Своего Негодования Разочарования Там были и слезы И За то, что Ареола Скажем так В прямом эфире На камеру Да Выражался Не сдерживая Своих эмоций Ну, его можно Конечно же Понять Выражался он Матом Его отстранили На 6 месяцев От боев Вот Ну, после первого Проигрыша Карьера Ареолы Стала идти под откос Ну, и с более-менее Серьезных соперников Крис побеждал только Сета Митчелла И Эрика Малину Кстати, что одного Что второго Он Нокаутировал В первом раунде Вот Ну, а конечно же Топовым оппонентом Он проигрывал Он проиграл Томашу Адамеку Бармену Стиверну Дважды И проиграл Деантою Уайлдеру В поединке Кстати, с бронзовым Бомбардировщиком Ареола Провалил свою Третью попытку Завладеть Вот этим поясом WBC Ну, а крайний бой С участием Криса Состоялся он В августе 2019 года Ну, и Завершился Его очередным Поражением В этот раз От поляка Адама Ковнацки По очкам Рост Криса 191 см При размахе рук 193 см Ну, перейдем к прогнозу Конечно Вот Мне очень Страх Как хочется Посмотреть Каким же стал Руиз Под руководством Рейносы Он сменил тренера И тренируется У тренера Который Тренирует Канело Вот Ну Мой прогноз Да На бой Руиз Ареола Увы Неутешителен Для кошмара Удары Но По части Ручной Скорости Та и В принципе Защитных Умений Крис Конечно же Заметно Уступает Будущему Сопернику И вот Выглядит он Ну Куда Хуже Молодого Оппонента Скажем Так Ну Превосходство Экс Чемпиона Для меня Вот Лично Для меня Не буду Говорить За всех Но Для меня Оно Очевидно Даже В опыте Руиз Младший Я думаю Превзошел Возрастного Криса Я сейчас Объясню Как так Это так Что Ореола В принципе Никогда Не был Чемпионом Мира Да И наверное Уже Не будет Вот Разница Возрасте Скорости Мощи Вот Удара Та и мотивации Это вот Те факторы По которым Я прогнозирую Ну Досрочную победу Руиза Вот Ну Поймите Едва ли Сорокалетний Ореола Да Будет Находиться Скажем так В идеальных Кондициях После долгих Пауз В выступлениях Вот Вот А вот Фото Руиза Да Которые Можно С его Тренировочного Лагеря У него В профиле В инстаграме Посмотреть Вот Ну Меня Они вызывают Восторг С тем Руизом Который Он был Например В бою С Джошуа В последнем Да Он Избавился От лишних Скажем так Килограмм Да И выглядит Великолепно По сравнению С тем Руизом Которого Я видел Так Что Я считаю Что Вам Нужно Делать Ставки На Нокаут До Пятого Раунда Ну А Также Ставьте На Тотал Меньше 8.5 Подписывайтесь На Мой Канал Ставьте Лайки Ну И Пишите Комментарии Согласны Ли Вы С Моим Прогнозом Пока